Подели, дели, дели, цену по четвертям. Подели, не откладывай, сразу купи. Подели, дели, дели. С Подели от Альфа-Банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру Здравствуйте, мои сладкие детишки. Как дела? Что делаете? Ну, ладно, я уже знаю, что вы делаете. Но я знаю, что вы будете делать в следующий час-полтора. Ребята, я так счастлива, я так рада. Наконец-то закончились эти беременные. Наконец-то все родили. Некоторые успешно, некоторые не очень. Но сегодня не о них. Мы, наконец-то, с вами начнем смотреть Чадо и Задо. Yes! Вот, смотрите, я даже оделась в тему. I'm a little devil. Будем сегодня следить, проверять, что там у нас, как у нас в аду. Делишки. Как там наши детишки в котлах варятся. Мои глазки в этом помогут. Все, дорогие, давайте, мы сегодня все соберемся в один большой котел. Сядем в VIP lunch. Я вам устрою. Так, ну что ж, надевайте свои рожки. Надевайте свою Prada, Balenciaga, Gucci. Ну, а если этого у вас нет, ну, берите стакан воды, чтобы периодически охлаждать свой пыл. Ребята, чертеночек у нас сегодня какой-то особенный, потому что этот чертеночек у нас... It's likey. Yes! Это Стеша. Боже, мне страшно от того, что я знаю ее имя. Снимает лайки-лайки. Она даже как-то раз у меня была в видео. Ребята, перед этим, как будем смотреть? Подписывайтесь на телеграм-канал. А если не подпишетесь, будете как Кирилл. Я вам, короче, под секрету скажу. Я скоро в телеграм-канале устрою конкурс на свои вязанки. Там чуть-чуть, вот 100 тысяч подписчиков-то берем. Окей, let's go! В наш проект поступил призыв о помощи от семьи Давыдовых из Москвы. Добрый день, меня зовут Ирина. Добрый день, меня зовут Александр, и мы родители Стефании. Мы ее ценим, обожаем, вкладываем все силы, но она, к сожалению, не отвечает нам взаимностью и не ценит нашу заботу и любовь. Тут выдало вдруг, что хочет вообще отделиться и уехать в квартиру в Москву жить. Мы хотим, чтобы она немножечко вернулась в семью. Перестала такой быть зависимой от денег, от телефона. Боже, ребенок захотел уехать от родителей и жить сам самостоятельно и не просить денег? Что-то как-то странно, не понял. Мы не понимаем, как дальше на нее влиять, и поэтому мы просим вашу передачу Чада и Зада помочь нам. Подождите, у меня какой-то диссонанс. Девочка, значит, хотела уехать. Возможно, хотела самостоятельной какой-то жизни. А родители сами ее, типа, no, no, baby, не-не-нет, сладкая, ты никуда не убежишь. Ладно, хотя я не знаю, сколько ей стешили, может, там она совсем еще baby. Но родители, конечно, уже смешные, мне нравятся. Ирина и Александр в браке 14 лет. У них трое детей. Александру Давыдову 41 год. Он директор по продвижению люксового бренда. Работает в ЦУМе. В ЦУМе? Ой, там гардероб, наверное, такой будет. Ой, ребят, готовимся. Ирина домохозяйка, ей 43 года. До декрета работала в Центре инвестиционных проектов и программ при правительстве Москвы. Руководителем направления по среднему и малому бизнесу. Ой, какая семья, видели? Ну, мама просто. В джакузи, посмотрите, на яхте. Ё-моё. She was that girl. Среднемесячный доход семьи от 5 миллионов рублей. Стефании Давыдовой 14 лет. Она старшая из трех детей в семье. Я дочка богатых родителей. Они меня очень любят, поэтому я себе ни в чем не отказываю никогда в жизни. Я скажу, чтобы они мне купили то, они мне купят. 14 лет. You're a little baby. Стефочка моя сладкая. Ты же моя молька. Ты же какая симпатюлька. Вот эти розовые волосы. Как мне нравится, блин. Я вот когда первый раз уже видела в лайке. Думаю, ой, как прикольно. Надо хочу так же сделать. Только, блин, ну да, в 14 лет. Ну, сладкая, куда ты там? Это что ли в лайке так повлияло? А в 14 лет хочется уже уехать, а? Пупсичка. Денег, конечно, на дочь мы не жалеем. Любит дорогую жизнь, дорогие подарки. Но при этом никогда не отдает свою любовь. Она нас не любит обратно. А вот с другой стороны, вот когда родители показывают свою любовь, вот эти подарки. Вот язык любви – это подарки. Вот как тогда вот ребеночку маленькому так же показывать любовь? Как бы дети же, они у родителей учатся. Вот дети научились у родителей, то что вот они проявляют любовь там дарением подарков, понимаете? И по-другому больше никак. Ничего другого не было. Ну и ребенок как бы шел, вот ему что делать? Он же не пойдет там, у него же денег нет у своих личных, пойти купить тоже что-то вот на свои деньги. Он же еще не зарабатывает. Поэтому вот он и не показывает любовь обратно, потому что, ну, не научили. Мои родители хотят, чтобы я с ними проводила время. Я, конечно, могу с ними провести время, но это вопрос уже за что? То есть я могу провести с ними время, и они такие, вау, такая молодец. И я такая, а можно мне новую сумку? И они такие, да, конечно. Не просто так, понимаете, ребят? Ну не просто так это появляется. Ну ты какая маленькая, исполонная, да? А Новый год, вот сколько стоит провести Новый год? А если вдруг кто-то побольше цену даст? А вот если я тебя в гости приглашу, Стефочка моя сладкая, я тебе за эту сумку Гуччи подарю. Вот ты со мной Новый год тогда проведешь, да? Не с родителями? Ну, если что, приезжай. И там избалованные детишки в лайке, надо будет найти их. Общение со Стешей обходится родителям от 200 тысяч рублей за сумочку до миллиона рублей на шопинг во время совместного отдыха. Вот это расценочки. Из-за постоянных конфликтов с учителями и нежелания вставать по утрам, она уже два года находится на домашнем обучении. Так да, вот чтобы там и с учителями позаниматься, надо же тоже что-то оплатить ей. Не только вот работа учителя, а это время, девочки. Это сколько будет стоить? Помимо Стефании в семье есть два младших сына. Макару 8 лет, Демиду 3 года. 5 лет у меня родился первый брат, и я просто слышала эти визги, оры, все время что-то надо. Родители из-за них все время нервные. Просто маленькие дьяволы. Ой, все, растут наши новенькие, да, чадики из Адика, да? Стефа нам это кинула, подсказочку, пасхалочку. Совместные завтраки в семье Давыдовых чаще всего проходят без Стефи. Доброе утро. Доброе утро. Все нормально? Все нашел? Да. А Стефани не будешь сегодня? Стефания, как всегда, у нас, наверное, еще спит, да? Я не буду вставать рано, только лишь потому, что мне нужно спуститься на семейный завтрак. Я такое не люблю. Сладкая, у тебя там внизу повар суперкласса, понимаешь? Сделал десерт с клубничками, как в ресторане. Ну да что, на десертик же надо спуститься. Как будем цвет волос тогда поддерживать такой сладкий, а? Стефания сама решает, когда вставать. Будить ее не дозволено никому. Заходить в ее комнату тоже нельзя. Я запретила всем ходить в свою комнату, в свою личную ванную. Уже перестали бороться. Бороться с кем? Я не знаю, там что, охранник стоит на двери у нее? Я осторожу сон Стефании, поэтому никто не войдет. Всем запрещено. Ну ладно, личное пространство это, конечно, хорошо, но Стефочка эту систему очень хорошо эксплуатирует. Завтракать 14-летняя Стефания обычно в районе обеда. Личного повара, который обходится семье в 150 тысяч рублей в месяц, выбирала именно она. Я сказала родителям, что я хочу повара, который готовит хорошо вьетамскую еду. Вот и все. Потом мне сразу мама сказала, да, хорошо. Ну что, пока типа клево, смешно, конечно, вот это все, а не там это, да, повара нашла. Я в 14 лет даже не знала, что можно так сделать, найти повара, вбить куда-нибудь на сайте, там, позвонить, еще что-то. Ну это вы, конечно, приколисты. Не, ну с другой стороны, если Стеша сама нашла реально повара в свои 14 лет, господи, этот ребенок точно очень самостоятельный и точно будущий бизнесмен. Я приготовил хау нияу, маму анг, который ты просила. О, супер. А бананы жареные можно? Я буду жареные бананы, если он умеет готовить жареные бананы, все, я его забираю себе. Стефания брезглива. В том числе это проявляется в том, что девочка может есть только из персонального набора посуды, стоимостью 48 тысяч рублей. Не дай бог, не кто-то прикоснется, я не буду есть из общей тарелки. Я лучше вообще не буду есть. Она сервис к волосам подбирала, заметили, да? Такие же розовые вертушечки. Ну, принцесса. Я вообще, знаете, ребят, у меня тоже в детстве был такой прикол, мне как-то мама купила супер клевую кружку с обезьяной. Типа там была ручка в виде обезьянки такой. Нарисованы были какие-то пальмы, там какие-то бананы, еще что-то. Это была самая лучшая кружка, я ее очень сильно любила. И мне почему-то очень хотелось, знаете, что-то свое, что только я могу использовать, и больше никому это давать нельзя. Я эту кружку присвоила себе, говорю, никому нельзя из нее пить, из нее пить запрещено. Все, если кто-то прикоснется, я устрою истерику. И примерно такое произошло, у нас был какой-то праздник, и пришли там всякие там детишки, там родственники и так далее. И мама дала какому-то маленькому мальчику воды из моей кружки с обезьяной. Я это увидела, у меня сразу надо, я умираю. Меня родители не любят, меня предали. Я потом специально из нее не пила, это был такой прям какой-то протест. И эта кружка стояла, пылилась, я ее специально убрала. Это подальше повышено полочку, где вот ее видно, вот когда открываешь шкаф. Она очень яркая, эта кружка, ее видно, но никто к ней не может прикасаться. И я специально ее больше никогда в жизни не трогала. Я не знаю, что это было, но мне очень типа хотелось, это что-то свое. И домашняя еда, я к ней тоже очень брезглива. Вот это мои братья, папа, могут съесть еду тоже, что приготовит мама. Я никогда. А если повар приготовил дома на домашней кухне, это все не домашняя еда? Вот если мама с папой, то все, это мы сразу все вот туда вот в отходы. А если повар, то уже премиальный ресторан, да, считается на кухне просто, выездной. Подели, дели, дели, цену по четвертям. Подели, не откладывай сразу, купи. Подели, дели, дели. С Подели от Альфа-Банка забирайте покупку сразу за четверть цены. И платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Семья Давыдовых живет в элитном охраняемом поселке в Пушкинском районе под Москвой. Двухэтажный дом с бассейном общей площадью 400 квадратных метров на участке в 12 соток оценивается в 49 миллионов рублей. У каждого ребенка есть своя комната, своя комната у домработницы и у повара. Мы приобретали недвижимость. Сейчас мы продолжаем ее приобретать. У нас в городе тоже есть две квартиры. Ух, какая семья, серьезно. Одна из квартир в знаменитом доме на Котельнической набережной стоимостью в 100 миллионов рублей. Окна выходят на Красную площадь, потолки высотой 5 метров. Ремонт сделан в старинном английском стиле. Именно сюда планируют в ближайшее время переехать Стефани. Горл, окей, все, вы меня убедили. Вы меня убедили. Показали, я вам поверила. Выпьем же за это. 14-летняя дочь миллионера регулярно посещает лучший СПА Москвы. В месяц это обходится семье Давыдовых в 90 тысяч рублей. На СПА-процедуры с подругами Стефания ездит на авто с личным водителем. Его зарплата составляет 150 тысяч рублей ежемесячно. Она ни разу не сказала спасибо за что-то своей семье, маме, папе. Я там деньги уже обсчиталась в голове. Сколько там уже у нас 9 с кредитом кто-то посчитал? У меня будто бы уже все, будто бы там уже 5 миллионов все в один месяц слились. Меня она может назвать мамочка-мамулечка. А за моей спиной, я часто это слышу, называет меня мать. О, мать. А что это, матное слово какое-то? Она моя мать. Да, вот слово мать это показатель, что ребенок совсем отбился от рук. Все, маму не любит. Называет уже мать. У Стефании есть два увлечения. Блогинг и вокал. Одно занятие вокалом стоит 10 тысяч рублей. На данный момент записано 4 трека. Услуги композитора обходятся минимум в 300 тысяч. Аранжировка 100 тысяч рублей за трек. В общей сложности в раскрутку Стефании вложено 3 миллиона рублей за 3 года. Вот так. Вот кто там в лайке хотел это снимать? Пожалуйста. 3 миллиона рублей, и тогда, может быть, еще что-нибудь там получится. Стефания занимается блогингом. Ежедневно выкладывает несколько вайнов и трендов. Вайнов. С какого века? Какие вайны? Вайны и тренды. У нее около 4 миллионов подписчиков. Вот. Все, прибежали. Нифига себе. Я уже 4 года блогер. С 10 лет, получается, снимает. Ого. Совсем малюточкой началась снимать. Вот уже 4 года, ничего себе. И поет теперь уже. Так я вот про 3 миллиона реально не поняла. Это вот они что-то там все по копейчикам вынюхали. Так, вот за эти вот 3 года мы там заплатили. Вот за учителя вокала вот столько. За твои поездки до учителя вокала вот столько. Кушать ты покупала вот столько. Они вот так, что ли, по копейкам все ли посчитали? Вот куда там 3 миллиона? Реально не понимаю. Песни вроде бы так дорого не стоят. Можно найти того, кто вообще там задешево очень сведет. Поначалу хотя бы. Сидят это кроты, считают это зернышки у дюймочки. Но интерес к любому занятию у Стефании быстро пропадает. Однажды она загорелась желанием освоить игру на гитаре. Но через месяц инструмент за 100 тысяч рублей был отправлен в кладовку. На вопросы, что случилось, она ничего не отвечала. До сих пор это является какой-то тайной во мраке. Это была полностью моя инициатива купить гитару. А мама уже потом подхватила то, что она всегда мечтала, чтобы там ее дети играли на гитаре. Сидеть за семейным там, блин, столом и играть. Хорошо, что я не научилась играть на гитаре. Вот же тварь, а вот мне понравилось и на гитаре играть. А мы 100 тысяч рублей потратили. Неблагодарная, конечно. Ну не понравилось. Ой-ой-ой, оса прилетела. Туда оса летает, как она залетела. Куда она улетела, не знаю, ладно, все, дай бог на нее ее укусит. Сидят, конечно, родители, эти обедулечки свои собирают на маленькую девочку. Ну не понравилось, и на гитаре играют. Ну что, взяли, продали эту гитару, ну и все. Денежки вернули, а купили. А то тут сидят тоже как эти кроты. Ой-ой, оса! Вы упасите меня! О, она надула ухом лица. Ой, она огромная, страшная. Уйди отсюда, нахуй. С другой стороны. Да не на меня, вон туда, вон туда. Там выход, вон открыла тебе дверь, дура. Уйди отсюда, вон пошла. Она на меня летит, так страшно. Уйди. Так, я ее не вижу. Может, она улетела? Вроде бы мы ее выгнали. Прилетела, оставь, зада. А мы ее не звали. Нету родителей и ответов на другие вопросы. Например, почему Стефания не любит общаться со своими братьями? Степа, играй с нами, пожалуйста. Я не хочу с вами играть, мне не нравятся эти игры. Отстань, пожалуйста. Ой, что там офигели совсем? Дорогая, они еще маленькие, ничего не понимают. Ну, потому что Стефани 14, а мальчикам сколько там, по 8, по 5? Играют они там свои вот эти пираты Гарибского моря, но не хочет девочка в них играть. Ну что, так сложно это понять? Я обижена на моих родителей, что они меня заставляют так с ними сидеть. Как будто я их, правда, нянька. Хотя мне за это даже вот просто никто ничего не платит. Ну, видимо, если играть. У Стефи есть собственная джакузи, которую она принимает дважды в день с ароматизированными гейзерами и шипучими бомбами. Я даже иногда ей покупаю какие-то эксклюзивные такие бомбочки. Сам себя тешу, что все-таки я могу привлечь ее любовь с помощью таких каких-то приятных вещей, которые я могу ей сделать. Ну вот и ответ на ваш вопрос, папа. Мы покупаем любовь и дарим ее... А у меня точно такая же зубная щетка! Да-да-да, такая же розовая. То есть папочка сам радуется, что делает девочке приятно. Покупает и там эти бомбочки. А потом недовольны. Что это у нас с Теша все равно? Это любовь не возвращает. Вы знаете, вот такой вопрос. Вот вы дарите ребенку всякие штучки, чтобы показать ему, как вы его любите? Или вы просто хотите, чтобы ребенок вас любил в ответ, и вы поэтому вот это из корыстных целей все это делаете? Вопрос. Может просто дарить подарки от доброй души, от того, что мы любим, и не ждать ничего в ответ? Да порой до времени, ладно. Если ребенок уже сильно избаловался, ладно, что-то делать надо. Утром бодрящий и тонизирующий по 500 рублей за штуку, а вечером восстанавливающий по 900 рублей. А это моя коллекция бомбочек для ванной. А это есть разных вкусов, запахов, форм. Вообще, это моя страсть, моя любовь. И в виде мороженого. И в виде кексиков. И даже с игрушечкой. А-а-а, киндер-сюрприз, только бомбочковый сюрприз. Ну да вы посмотрите, ребят, знаешь, мечта. А-а-а, е-мое, целая корзина бомбочек. А когда вы успеваете столько мыться? Я не могу. Тифа, расскажи лучше, как ты успеваешь и лайки снимать, все остальное делать. И мыться два раза в день с бомбочками в ванне. Я не знаю, я раз в месяц не успеваю мыться в ванне. Мне лень, времени не хватает. А тут два раза в день. Ничего себе. На дне только бурлящие шары. И Стефания тратит в месяц в районе 40 тысяч рублей. Уезжая на яхты, путешествуя, мы берем с собой чемодан бомбочек для ванной. Потому что вот это ее фетиш. Она в море заходит, и перед тем, чтобы это в море зайти, она кидает в море бомбу. Так, пока тут вся вода не будет розовой, и в плестках я туда не окунусь. Но она русалка, понимаете? Если вода не розовая, она не чувствует себя собой. Еще один фетиш Стефании это макияж. Каждый день девочка тратит на него минимум час. Никогда я не выйду не накрашенная. Вот никто меня не увидит. Все, кто думают, что они видели меня без косметики, я крашу не только яркие макияжи. Я помню, как я в 14 лет, мне мама подарила первый мой карандаш, Эйвен. Это был зеленый такой какой-то каял с блестками. Его было очень тяжело смыть потом. И я вот себе вот такие толстые-толстые стрелки рисовал. Это даже были не стрелки, я просто вот сверху глаз подводила. А стрелки я еще не умела делать, поэтому я просто вот такую толстую-толстую линию себе делала. Это выглядело очень странно, но тогда в 14 я только так умела. А Стеша уже во какие макияжи делает, вы посмотрите. Ну супер. Но с другой стороны, конечно, так грустно слышать, когда вот маленький ребеночек не выйдет на улицу без макияжа. Что мы делаем с детьми, а? Не менее часа в день Чада тратит на выбор соответствующего лука. Шоппинг Стефании облегчает банковские счета семьи в среднем на 350-380 тысяч ежемесячно. Вот такое вот атласное платье. Ой, опять это рамка. Это гардероб мамы и папы. Вот, тут какие-то мужские вещи, рубашки висят, а тут мамины вещи. Вот они пришли в гардероб мамы и показывают мамину одежду, видимо. Это мой любимый образ, я в нем была на многих премиях. К этому образу самые лучшие мои любимые кроссовки. Вот эти два платья мне привезла мама. Это из Берлина, от очень популярного дизайнера. А это из Амстердама. Вот эта вот курточка моя любимая, она выглядит очень по-рокерски. И кожа просто невероятная. Мой комбинезон, просто моя вишенка на торте. Вау, это кожа, бархат. Что это за цены и одежда такая, не знаю, что-то пока ничего не зацепило. Образ львицы с бриллиантиками. С вот этими вот крылышками золотыми. Ой, как богато, дорого, ой. Но вот этой сумке я очень давно мечтала. И мой папа на день рождения мне ее подарил. Не-не-не, ребят, я почему-то уверена, что нам просто мамины вещи показали в основном. Не, там были какие-то платья, да, явно вот на нее. Но остальное, оно какое-то прям такое, не знаю, будто бы слишком взрослое, что ли. Меня даже ничего не зацепило. Стешечка, эта сумка, она с тебя размером, понимаешь? Это как большой чемодан на спине носить. На сегодняшний момент, наверное, нет вещи, которые бы ей хотелось, и она не имела. Но спустя два дня она понимает, что вот на самом деле эти штаны ни к чему не подходят. И у нас есть масса вещей, которые просто мы не одеваем, выбрасываем. Ну а это моя сокровищница. Как видите, тут все в золоте. Допустим, это от Зиор. От Прада. А это как ценность от папы на мое 14-летие. Бриллиантики всякие разные. Господи, куда? Я говорю, это кольца мамы. Я не верю, что такие кольца будет носить девочка в 14 лет. Простите. Если так подытожить, то это все стоит 2 миллиона рублей. Дочка, вообще, ребят, заметили, она такой супер бухгалтер. Она все знает, сколько стоит. Посчитала уже все суммы. Я вот в детстве была совсем не такой вот собранной и такой взрослой, как она. Потому что вот мне покупают, а я даже не знаю, сколько это стоит. Ну вот мне купили, все, значит, это носим. Моя дочь очень модная девочка. Всегда следит за трендами, чтобы быть блистательной, чтобы показать всем, кто она. Ну, конечно, папочка в ЦУМе работает. Обязательно надо. Стефания хочет, чтобы родители с братьями прекратили вторгаться в ее личное пространство. И поэтому она заявила, что хочет жить не в подмосковном загородном доме, а в московской родительской квартире. Хочу уехать жить, чтобы меня никто не донимал, никто не трогал. Вот, пожалуйста, отстаньте от меня. Давайте я вам покажу свою квартиру на Котельнической набережной. Йоу! Уже ее квартирка! Да вы посмотрите! Ой, приехала Барби в свой дом. Да, покажи нам. Покажи, как ты тут живешь. Вид на Красную площадь, на центр Москвы. Ну, а это моя спальня. Перейдем к моей кровати, моему трону, моему месту обитания. Это как мое второе увлечение спать, на самом деле, которое у меня получается лучше всего. Понимаю, у меня тоже. Что-то вот как-то странно, будто бы у нее здесь бабушка раньше какая-то жила. Видите, вот мебель какая-то тут старая-старая есть. Или вот тут какой-то был отель. Видите, вот эти какие-то люстры такие старые. Ну, ладно, нет, квартира шикарная. Это я как бы уверена. Но у меня ощущение, что сейчас здесь, наверное, живет бабушка. И они просто такие, типа, бабуля-то. Надо подснимать квартирку на Котельнической набережной. А ты там это пока посиди на лавочке с подружками. Я категорически против, чтобы она от меня куда-либо и сжала. На участие в эксперименте Стефания согласилась лишь для того, чтобы доказать родителям, что ее не перевоспитать. И им рано или поздно придется согласиться на ее переезд в квартиру на Котельнической набережной. Конечно, будут общаться там, да, с бедными, с ними находить какой-то общий язык. Я на это, конечно, готова, чтобы у меня просто там прибавились подписчики. Все-таки я буду больше узнаваема. Ой, вот эти бедные, фу. А подписчики у тебя тоже бедные? Надеюсь, ты там фильтруешь, а то это будут бедные подписчики. Ну, фу, такое себе, конечно, что-то уже как-то не солидно. Чтобы в полной мере ощутить разницу между своей жизнью и жизнью принимающей семьи, Мажор участвует в эксперименте без банковской карты и телефона. Их чадо получит сразу после окончания эксперимента. Ну, Стиш, ну, правда, не в телефоне жизнь. Она плачет. Может быть, ты узнаешь такой режим? Ну, лапусь. Ну, Стиш, она плачет, пупсичка. Ну, если я не справилась, ну... Ну, Стиш, ну, пожалуйста, не плачь. Ну, лапуся. Я не боюсь без телефона быть. Можешь общение писать людей. Хочешь, я тебе голубей буду присылать? Нет, мне надо ничего. Голубей присылать? А-а-а, типа, прилетать голубей. Я думала, она, типа, в ватсапе ей фотки голубей слать будет. Не сразу дошло. Вот, дочка, у меня все хорошо. Я сижу на лавочке, вот таких голубей сегодня видела. Все у меня по телефону. И деньги, как. А если там будет что-то невкусное, что-то там будет некрасивое? Как я буду там одеваться? Вообще, меня это все раздражает. Стефании трудно смириться с потерей телефона. Но ради переезда от родителей в квартиру на Котельнической набережной она согласилась на условия. Записала видео впрок и поручила маме их выкладывать. Это были все видео впрок, вот эти. Все за пять секунд все сняли. Да, уже контент на четыре дня. А сама поехала в магазин, чтобы закупиться новой партией бомбочек для поездки. Смотрите, магазин весь скупила, все полки пустые. Мы потом столько там бомбочную вечериночку устроим, да? Давайте в речке, в речку будем кидать. Там, конечно, вся рыба потом умрет. Зато как весело будет. Получилось два чемодана на четыре дня. Плюс дорожная косметичка в руках. Не посрами отца и семью. Меня всегда так смущает, когда родители говорят, типа, не посрами отца и семью. Нас в плохом свете не показывай. Для меня это... A little red flag. Эксперимент по перевоспитанию 14-летней дочери миллионеров из Москвы начинается. Стефания Давыдова четыре дня проведет в селе Подсиние, в 15 километрах от города Абакана в Хакасии, в многодетной семье. Ну что, полетели в Подсиние, ладно. В небольшом поселке Подсиние, недалеко от столицы Хакасии, Абакана, ждет многодетная семья Лапиных. Сергею Лапину 42 года. Он индивидуальный предприниматель. Фига у них ферма целая. Сколько всего. Так это, мне кажется, вот этим, знаете, это всю деревню прокормить можно. Занимается торговлей мясом птицы. Анастасии 34 года. Она менеджер по продажам в рекламном агентстве. В семье трое детей. Ежемесячный доход семьи не превышает 70 тысяч рублей. Слушайте, как хорошо живут-то, подождите. Какая хорошая дом у них. Я хотела сказать, квартира, но нет, у них же дом целый. У Лапиных есть приусадебные хозяйства. На десяти сотках умещаются огород, курятник, свинарник и баня. Не, ну, ребят, знаете, вот когда говорят приусадебное хозяйство, это уже как бы тоже уровень выше. Так что это не просто деревенские жители, а это бояре, феодалы со своей землей и усадьбой, и приусадебными хоромами. Старшей дочери Лапиных Варваре 14 лет. Она учится в восьмом классе в Подсинской средней школе. Состоит в волонтерском отряде «Опора». Ходит в музыкальную школу, поет в фольклорном ансамбле, участвует в конкурсе чтецов, любит стихи. Слушай, ну, на первый взгляд, вроде так даже неплохо. Что-то, мне кажется, семья будет хорошая. Детишек у них много, но вроде дом такой хороший. Огромный участок, помидоры на всех. И на семью, и на соседей всех. Вообще, я активистка. Это безумно мне нравится, и я хочу этим продолжать заниматься. Вот Варваре тоже, кстати, 14 лет. Как Стеша. Добрая, отзывчивая, позитивная, которая просто всегда впереди планеты всей. Соглашается на все, что ей предлагают. Наблюдая за ней, я всегда говорю, что это самый мой лучший, так сказать, проект в моей жизни. Вот, Старшая мой самый лучший проект. Вот это бизнес-план, там, конечно, ВВП на души населения такой. Прибыль вот такая. Ну, конечно, не могу обидеть и младших моих детей. Те маленькие еще так сильно не раскрылись, как она. Она реально самый лучший проект. Ну, маленькие пока стартап, понимаешь? Надо дать время. Вот стартапам тоже надо время раскрыться. Они тоже когда-нибудь обязательно раскроются. Покажут свои настоящие потенциалы, обороты, цифры. Ладно, если что, шучу. Нормальный папка. В средней Кате 9 лет. Она учится в третьем классе. Младшему Саше 7 лет. Он первоклассник. Но стартапы пока показывают интересные вот эти результаты. Стартапы по игрушкам, видимо, будут. Семья Лапиных живет в собственном доме с баней и огородом, который построил Сергей своими руками за три года. А может, стартап будет спортивным? Будет приносить спортивные нам медали? У меня с родителями очень хорошие отношения. Также я им всегда помогаю. Ни в чем не отказываю. Если там говорят, Варь, вот нам нужна помощь, помогаю им. Все, если дети говорят, что все хорошо, родители любят, и у них все в семье хорошо, тогда я уже верю. Дочь, посиди, пожалуйста. Ну, там с папой нам нужно куда-то съездить. Все, без проблем. Так приедешь домой, они помоются. Она их накормит. Спать уложит. Спать уложит, да. Вот здесь на нее можно положиться на все 300%. Лучший проект. Лучший. Даже не пришлось на аутсорс нанимать компанию. Это в виде нянечек. Все сама, все сама. Лучший проект. И они иногда говорят, ты нам заменяешь маму. Я, конечно, этому рада. Потому что для меня это очень такие важные слова. У них есть старшаяся сестра, которая может им помочь. Блин, ну девочка просто лапочка, честно говоря. Я вот у нее смотрю, у меня прямо... Она такая солнечная-солнечная. Такая хорошенькая. Пупсичка. Знаете, клево, что вот повезло им, что старшей дочери как бы нормально сидеть с младшими. И, возможно, у нее там получается совмещать и ее проекты волонтерские, и школу, и все остальное. Это очень клево. И очень хорошо, что у нее отношения тоже с младшими детьми, видите, как-то хорошо сложились. Это тоже, на самом деле, ну, может быть заслуга родителей. То, что у них в семье такие теплые отношения, и сестра старшая не против там с ними сидеть. Но если она и не хочет там с ними сидеть, допустим, я надеюсь, что родители там дают ей какую-то свободу. И не так уж сильно прям держат в этих вузах, типа, вот. Занимайся только детьми. Если у них такая разовая акция, то, че, ну хорошо, нормально, клево. Не важно, сколько тебе лет, ты личность. То есть ты вот родился, ты еще не можешь, ну ты уже личность. К нему нужно прислушаться, что то, что он хочет, там. Ты не можешь на все ему сказать нет, ну и так же ты не можешь сказать на все ему да. Но прислушаться ты к нему обязан. Ой, какие вы клевые родители, я вас люблю. Вы мне нравитесь. Так и надо. Наверное, поэтому это и будет хорошей семьей нормальной. Потому что все друг друга слушают, и все друг друга во что-то ставят. Даже если ты ребенок, ты имеешь какое-то право голоса. Вот это вот самое важное. Потому что очень часто бывает так, говорят, все, вот ты маленький, ты глупый, тупой. Ты ничего не знаешь в этой жизни. Ты ее не познал, поэтому я тебе буду говорить, что делать. На участке вместе с семьей Лапиных в своем доме живут Николай Анатольевич и Ольга Васильевна, родители Сергея. У нас офигенные, классные бабушка и дедушка, веселые. И мы живем с ними очень дружно. У нас без проблем дети, да. Мы пошли к бабе с дедом. Все, ушли, их не видно. Они их любят, как дедушка, так и бабушка. Слушайте, как клево. То есть это один такой огромный участок, вот реально усадьба. Теперь я понимаю, откуда такие хорошие помидорчики, откуда столько зелени, зимняя теплица. Все, я поняла. Бабушка там что-то с дедушкой успевает следить, скорее всего. Ну, молодцы, молодцы. Дружная семья. Дай бог, чтобы ушла девочка. Ну, или мальчик. Уйдет. Вот это страшно. А, деду что, лишь бы до дома доехать? Стешечка, давай, не подведи. О, о. Привет. Здравствуйте. Я Варя. Да. Ой, эти бедные. Ой, как их трогать? Как бы ты от тебя дотронулся, чтобы твои микробы не получить? Тебя зовут? Я дед Николай Анатольевич. Дед? Угу. Как раз. Тебя зовут? Меня зовут Стефания. Мне понравилась ее внешность. Она такая необычная. И сразу видно, что все лакши, что она такая дочка миллионера. Варя, какая-то обычная простушка, стоит с этой табличкой. Первая эмоция – разочарование. Разочарование. Она будто бы, знаете, даже не знает, как общаться с другими людьми. А бедные они общаются на том же языке, что и я. Фу, лучше бы я этого не знала. Как доехала? Нормально. Два чемодана на три дня. Куда столько? Как у тебя настроение? Я без телефона. Черт знает, в какой стране. Да, какая-то страна, не знаю. Без косметики, без денег. Только в самолете Стефания обнаружила, что всю косметику забыла дома. Это одна из самых моих дорогих вещей. Ну, просто я сначала даже не расстроилась. Я просто была в шоке. Ты еще не ездила вот на таком машине? На такой? Да. Вон, страна Абакан, Стефания. Все, мы разобрались. А вот там у нас под Синем, там у нас Ениси. Наши? Слушай, Настя, там нет. Это не похоже ни на автомобиль, ни на что. Это просто какая-то штука, на которую нельзя перевозить людей. Да, на автомобиль правда не похоже. Наверное, она летает. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, длин. Это тебе полевые цветочки. Спасибо. Какая миленькая. Такая прям девочка. Красивая. Мягкая. Чуть-чуть напуганная. Меня Сергей зовут. Иван. Здравствуйте. Привет, меня зовут Настя. Совсем иначе представлял. Это Саша. А это Катя. Пойдем. Здесь аккуратно, правда. Мы тебе сейчас покажем. Чего? Наша живность. Это наша хрюшечка. Так у них еще и хрюшки. Где? Ты какой сладкий, мой хрюшный носик. Почему тебе? Знаешь, у меня есть похожая на тебя. Тоже хрюкает по ночам. Смотришь на меня, прям как и моя же хрюша. Ой, хорошо. В хорошем доме живешь. Тут и пахнет не очень приятно. Но зато смотри, какая она большая. Здесь у нас бабушка с дедушкой живут. То есть вся орава у вас тут дома. Мы все на большей территории. Да, мы большой дружной оравой. Какая орава? Это моя семья. Типа нас она обозвала оравой. Знаете, вот бывают иногда люди, они когда вот с новыми людьми знакомятся. У меня был такой период в жизни. У меня было очень тяжело ознакомиться. И у меня вот первая реакция, это вот такая вот агрессия. Типа такая. Я становилась вот этим котиком. Вот я ему говорю. Который встает на лапке. У него такая шерстка поднимается. И на все, что ему говорят, он такой, типа. Это просто такая вот черта психики. Ты боишься, тебе страшно чего-то новое. Там вот знакомиться с людьми. Общаться начинать. Поэтому ты защищаешься вот такой какой-то агрессией. Поэтому это бывает. А еще у нас есть баня. Очень классная, которую баню построил сам наш папа. Ой, в этой бане, ребята, у вас потом будет бомбическая вечеринка. Заходи. Я сам, конечно, спам. Знаешь, большая банька для такой большой семьи. Вот здесь парилочка. Это очень хорошо. Но, а где я буду спать? А прямо вот здесь, наверное, и буду спать. Наш папа шутит. Пойдем, мы тебе покажем, где ты будешь спать. Они супердругие, супербедные. Они супербедные. Дорогая, это еще не бедные. Хорошие семьи берут, на самом деле, в чат и задом. Со своим огромным чистым участком. С хрюшками. У детей там свои комнаты, у всех, насколько я поняла. Пойдем, покажем тебе зал наш. Мы тут собираемся всей семьей. У них еще есть сладкое. Пылесос, робот. Все, точно не супербедные. Заразу не подцепим. Мы проводим очень веселое время. То есть вы все время семья, да? Да, мы всегда вместе. Вам это супернравится, да? Да. А у тебя по-другому как-то иначе? Как у тебя в семье? Я никогда не спускаюсь на семейные завтраки. Никогда не езжу со своей семьей куда-то. Меня это раздражает. Мои братья меня раздражают. Они все время орут. Я не как вы. Она руку вытащила, будто эту шпаргалочку читает. Я с братьями время не провожу. Семьей я вниз не спускаюсь. Что еще? Время проводить семью я не люблю. Прочитала все, что там на ручке написала. Я мечтаю переехать от родителей и жить без них. Мне чаще всего от них просто нужно, чтобы они мне дали деньги. Очень странно. Нужна только выгода от родителей. Это же те люди, которые тебя любят, пытаются оберегать. Дают то, что ты хочешь, а ты просто вот так их используешь. А если родители больше ничего не дают, только вот это и появляется. Ну тут понятное дело, что все типа вот так вот это преувеличено супер. А так, да, я не виню детей, которые с такими становятся, потому что это означает, что, скорее всего, родители не раскрываются. Эмоционально сами никак в жизнь ребенка не вовлекаются. И поэтому дети находят вот это вот избегание в том, что они там деньги просят у родителей. Начинают там покупать, скупать все, только чтобы где-то как-то найти эту любовь, раз родители ее не дают. Здесь мы будем с тобой спать вдвоем. Ты будешь спать на кровати. Я уж посплю на полу, мне будет несложно, главное, чтобы ей было удобно. Место для твоей одежды. Две полочки твои. Две. Чемодан. Ну, не знаю, у меня всего четыре полочки на двух. Никакого личного пространства, не уже говоря о том, что мы с ней буквально рядом спим. И ты решила за все эти дни, которые ты будешь у меня, истратить все эти бомбочки? Да. Бомбочки это полное разводило. Да так можно про все хобби говорить, знаете. Вот, я тоже, смотрите, у меня разводило. Мой passion это вязание, понимаете? Вот, меня развели настолько пряжи, я купила. И вон она лежит. Ждет дня, когда я ее наконец-то прикончу. А бомбочки это же тоже какое-то просто увлечение человека. Ну, нравится ему там бомбочки запускает. Что пусть запускает каждый день, сколько ему влезет. А зачем антисептик? Пушков продезинфицировать было бы супер. Да. Там дезинфекция не против бактерий, а это против бедности. Пришло время ужина. Здравствуйте. Это что такое? Здравствуйте. Я же говорила, у меня своя посуда. Куда тебе суп наливать? Чашку. А что у вас за суп? Борщик. Очень вкусный. И вы сами его готовили? Да, и я сама его готовила. Есть только суп. Давайте я пока поем огурец. Ты что ешь-то вообще? Если ты не ешь ни борщ, ни хлеб, ни салат. У меня есть личный повар, он мне готовит итальянскую еду. И вообще по домашнему никогда я не ем. Дикое, что у подростка есть собственный повар. Ну, это семейный повар. Она, конечно же, преувеличила. Если бы родители Стеши только к ней этого повара подставили, только бы на нее он работал, но это уже был бы вопрос к ним. Какая-то маленькая странность родителей. Зачем? За ужином Лапины продолжили знакомство со Стефанией. Ты не хочешь проводить с ними время вместе? У меня родился один брат, стало внимания меньше. Еще один брат, внимания стало вообще мне не хватать. Поэтому пусть уже живут как хотят. Ну, а тебе не хочется поговорить с мамой? А что, братья никуда не уйдут? Мама всегда найдет время для дочери, чтобы поговорить с ней. Мне нормально с подружками, с деньгами. Вот, видите, Стефания начала раскрываться, говорить, что ей внимания не хватает от родителей. Вот, раскрылась чужому человеку, не родителям. Ну что, родителям, ну, она скажет, и что? Чем ты занимаешься? Очень интересно. Просто сижу в телефоне. У меня есть много подписчиков, много лайков. Еще меня тыркает мама, что мне надо снимать видео. То, что если я там не сниму видео, я думаю, ну, прокатит, ладно, без видео. Ну, нет, мама начинает говорить, вот, снимай, как там твои подписчики без тебя. Я такая, да не буду я ничего снимать. Вот опять эти конфликты с мамой, короче. О-о-о-о, а я всегда знала, что детей в лайке заставляют родителей снимать. Вот все, пошло, пошло, внутрички мы раскапываем. Понятно, что чуть-чуть раздуто, но я вот, что-то вот, что-то я вот уверена, что в этом есть доля правды. Просто обычные родители всегда наоборот против, чтобы дети сидели очень много в телефоне. Да, как мы у нас, борьба идет. А у тебя, получается, наоборот, иди, доча, в телефоне подольше, поснимай. Она говорит именно снимать. Ну, а есть дело, которым ты хочешь, либо любишь снимать? Не знаю, я уже все пробовала. Так, подожди, тебе не нравится снимать в лайке? То есть все это время тебя мама просто заставляла снимать? Стешечка. Так, ребята, все, нам надо отписываться от Стеши, чтобы все, мама наконец-то перестала ее заставлять снимать этот лайк. Потому что Стеша, видимо, не нравится. А то потом вырастет мистер Макс, мисс Кэти. Только будет у нас мисс Стеша. Все, проект родителей. Я гитарой занималась, перегорела. А я предлагаю после нашей трапезы пойти немного поиграть на гитаре. Когда училась, ты играла, родителька? Нет, никогда. Меня всегда просили, я им говорила, что нет потом. Во-первых, я при них стесняюсь что-то показывать, потому что они еще скажут, что я плохо играю. Стеша не может найти какое-то свое одно дело только потому, что у нее неуверенность. Опять же, это все зависит от родителей. Может быть, они мало хвалят ее, говорят, что ты там, Стеш, да у тебя классно получается. Да, видишь, мамочка у дела говорит, шарит, шарит, понимает за психологию. Хотя я хочу уже скоро для меня съехать от родителей в Москву, тогда уже буду чем-то заниматься. Дети должны жить с родителями. Это неправильно, что ребенок будет жить отдельно. Давайте за собой каждый все уберет. Что не доели, чушки, ведро. Давай. Я не ела, я не буду еще брать. Ты не ела, ну ладно. Ну вот, тарелочка-то двое. Ну вот, я вам положу ложку. Вот ты возьмешь эту ложечку, тарелочку выльешь свиньям, хрюшкам суп и сполоснешь за собой ложечку. Ух ты, как клево, они все остатки с тарелок хрюшкам отдают. Персональный мусоропровод. Ну это тебе не повар уже, а? Я гостя. Вообще, ты как бы должна меня тут это, обслуживать? Что за бред? Не нормально. Ложечку свою и выгребай. Сейчас помою по сутку? Да. Все, мойте за собой. Супераешь, боже мой. Я побегу за ножку. Максимально брезгую. Просто рай для бактерий. Это те самые бактерии бедности, да, Стиш? Как мы будем жить так 4 дня? Не знаю, мало смешного. Надо что-то придумывать. Какая-то тактика-то должна быть, как ее перевоспитать? Блин, ну честно говоря, я тоже, видимо, немножечко чатаю сзаду, потому что я обрезгую мыть посуду в чужом доме, подходить к раковине в чужом доме. Не, я понимаю, что да, да, я, конечно, помою посуду, но я вот, допустим, если у меня какие-то гости есть, я всегда там за них помою посуду, и мне даже не нравится подпускать кого-то к своей раковине. Типа я скорее их попрошу оставить посуду там на раковине, потом поставлю просто это в посудомойку, посудомойка все это помоет. Если кто-то такой скажет, типа, ну я тут тебя помою, а я это скажу, хорошо, спасибо. Потому что у меня тоже, видите, есть моя маленькая странность. Она очень брезвливая. Она взяла антисептик и просто взяла его так в шкаф, продезинфицировала. Надо было сказать, что я его протерла. Может, она еще, знаете, вы ее не заметили, она в квартиру, когда заходила, она вот так вот это воздух дезинфицировала, и только тогда, когда продезинфицировала, она его и это вдыхала. Смотрите, как ей сложно. Она приехала в другую семью вообще. У нее другая жизнь совершенно. Так, я сейчас пойду, короче, в ванную мыться, поэтому, я так понимаю, надо там все обработать? Что обработать? Ванну? Надо ванну, да, обработать. Антисептиком? Да. Я не буду обрабатывать. Либо ты не моешься, либо мы вместе идем и моем ванну. Я мыла вчера ванну, она чистая. Не нужно обрабатывать ничего. Не, ну это не пойдет просто. Все, пошли. Стеша, это я, когда у меня было 14. Я очень долгое время, например, ездила со своей подушкой, потому что я не могла спать на вот этих подушках, которые там в отелях давали, допустим. Я помню тот момент, когда начала выходить вот эта ревизора с Еленой Летучей. Вот эта ревизора, она породила во мне новый уровень моего вот этого ОКР. Сейчас у меня его уже нет, слава богу. Но я когда смотрела вот эту Елену Летучую, я постоянно заходила потом в отель, у меня была привычка, я вот снимала вот эти все вот там, покрывала наволочки, проверяла, что там есть, там чисто, грязно. Я постоянно находила какие-то волосы. То есть, мне кажется, не было ни разу, чтобы я вот не сняла наволочку, и там ничего не было. Вот всегда есть чьи-то волосы. Меня это всегда ужасно вымораживало. И для меня вообще был ужасный стресс думать о том, что я там буду спать не на своей кровати. Или вот когда приходилось там на другой подушке спать, я, возможно, там подушку иногда даже вот не брала. Типа я спала без подушки. Ну, либо приходилось, да, там на подушке спать, и это были очень такие прям коматозные какие-то сны. И только со временем это прошло. Вот эта вот боязнь, какая-то брезгливость. Вообще, я когда даже ребенком маленьким была, грудничковым, я вообще очень мало ела, я очень плохо ела. И я ела только какую-то определенную там пищу. Ну, ладно, не грудничковым, там двух лет маленький, маленькая, когда я совсем была. У меня всегда была вот эта проблема с едой. Я тоже не могла там многое есть. Мне очень тяжело было новое пробовать. Я с собой там еду брала. О, господи, ребят, это было ужасно для моих родителей. Но когда мы все вместе летали в Америку, я не могла там есть ничего. Вся еда в Америке была отвратительного вкуса для меня. Я ничего не могла есть. Я помню, мне покупали какие-то бейглы, и я их пробовала, они мне так не нравились. Все вот это вот. Я отказывалась есть, и я питалась, ребят, чисто хлопьями. Мне из России родители взяли хлопья, какие-то чириус. Я ими питалась. А потом мне в магазине купили хлопья, и я на завтрак, обед и ужин ела одни хлопья. Но это прошло со временем. Просто вот какая-то, да, вот бывает, понимается. Бывает приколюшка в голову. Прилетит, и все. С самого детства. Мойте, короче. Держись, родной. Мы справимся. Папка смешной. И трешь вот так вот хорошо. Видишь, желтое? И вот этой стороной трешь, чтобы все оттиралось. А как вон там вот мыть, да? То есть тоже... Заладишь в ванную. Ну, покажи. Берешь. А покажи все. И трешка, а покажи. И все отмоет сейчас, да? Я в туалет хожу сейчас. Ага, в туалет она ушла. Сто пудов свалила от своих обязанностей. Стефания вернулась, когда Варя домыла ванну. Выяснилось, что запирающий механизм в самой ванной сломан. Но так как семья в основном моется в бане, неисправность не заметили. Отдельной пробки для ванной нет. Варвара попыталась заткнуть слив губками, но это не помогло. Воды набирается максимум по щиколотку. Ну, а как тут мыться? Я не понимаю, как ты живешь? Я не знаю, сделать себе ванночку для ног. Не понимаешь, у меня просто это как рутина. Каждый день, каждое утро и каждую вечеру я понимаю. Ну, а тут никак, видишь? Треш вообще, я не понимаю. И все-таки ничего, кроме ванночки для ног, в этот вечер не напоминало Стефании о личной ванной и релаксе. И все, одна бомбочка чисто на ноги. Ой, бедная. Она просто обнимается, ребята. Она так тревогу, может, снимает, когда есть какая-то рутина, какие-то привычки, мы ими следуем и так снимаем свою тревожность. Может быть, в этом дело. Все, может, она если не помоется ванне с бомбочкой, у нее все, волосы будут опять белые. Больше не будет розовых волос, понимаете? Зубную пасту тоже будешь класть это в рот, тоже дезинфицируй. Все-все-все. А, у меня такая же зубная щетка, такая крутая. Че-то это как-то долго. Я уже не хочу умываться, давай уже поскорее ляжем спать. Если ты помнишь, у меня свое личное белье. Ты будешь сейчас менять, серьезно? Да, я буду менять, потому что я и так не буду спать. Хорошо, я посмотрю на это. Я не умею это делать, поэтому... Ты предлагаешь мне расправить, заправить кровать? Ну, научи менять. Снимаешь вот это, берешь вот так матрас, накидываешь. Может быть, ты сама уже что-нибудь сделаешь? Я за тебя ванну помыла, я помыла за тебя посуду, в конце концов. Ну, я прям приехала, давай учи меня, потому что я ничего не умею. Да, да, хитрюшка стоит, смотрит, стоит, смотрит. Да, 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 да. Вот тебе подушку. Я не могу. Все, буду кроваться этой наволочкой. Мне Ленин все остальное делать. Раз уж мне никто не может показать, как это делать. Никогда такого раньше не встречала. Что за ханство? Ты кто вообще такая? Мы с ней будем спорить. Я лично буду смотреть за тем, чтобы она тут за мной ухаживала. Так легко я не подамся. Она должна ухаживать за мной. Мой смешной, моя сладкая. Она ухаживала за мной. Ну, хоть не прислушивала, ладно. Не получилось у нее развести ее на это. Ухаживание, поглаживание. Пришлось спать так. Наступил второй день эксперимента по перевоспитанию дочери миллионеров из Москвы Стефании Давыдовой в многодетной семье Лапиных. Девочки, доброе утро. Варюня, Стеша, просыпайтесь. Доброе утро, моя крошка. Стеша. Слушайте, Варечка прям вот так на полу спала. Они там будто бы подложили один какой-то мягкий плед и все. И она так лежала. На Майнкрафте. Спала, блин, реально, как Стив из Майнкрафта. Просыпайся. Доброе утро. Встаньте от меня, пожалуйста. Надо вставать. Мы завтракаем все вместе. Я никуда не пойду. Меня не ждите. Вставай, вставай. Варюнь, кровать заправьте. И это. И Стешу надо поднять. Просыпается поздно. Это про то, опять же, воспитание родителей. То есть ей позволяет. И поэтому ребенок на расслабоне. Зачем ей вставать рано, когда ей ничего делать не нужно? За нее все сделают. Все правильно, мама говорит. Все правильно. Слушаем маму. Мама, умница, молодец. Сергей уже позавтракал и ушел на работу, не дождавшись выхода Стеши. А Варя обратилась за помощью к брату и сестре. Вставай. 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 Боже. Уйдите отсюда. Ты же не хотела вставать. Вот и проснулась. Вот тебе и подвелся в страх. Уйдите, малявки отсюда. Вы что прискакали на мою кровать? Мне больно вообще-то. Ой-ой-ой. Они что-то перешли на крайние меры. Вызвали детей. Отстаньте от меня. Вы можете просто дать мне полежать спокойно? Мне сразу устраиваете какой-то цирк. Могла бы мне и завтрак сюда принести в постель. Извини, ты не у себя дома. Могли бы для меня и постараться. Если все едят за столом, значит все едят за столом. Как она сразу разважничалась. Могла бы мне это и завтрак принести. Дети могли бы мне его подать. И только тогда я бы подумала, можно меня будить или нет. Вставай. 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 Вы нормальные или нет? Ты не хотела вставать? Мы решили тебя разбудить. Все, дошлите. Ну встану. Да что такие отвратительные попались мне? Опять это запасно в празднице цвейцера. Что? Варя меня ненавидит. Она считает, что я супер странная, богачка, мажорка. Ей такого не понять. Да. Встала она? Да. Как вы ее разбудили? Ну мы прыгали, прыгали. У них блины. Стеша, у них блины на завтрак. Беги, боже, съешь за меня блинчиков. Я так блины хочу. Я сейчас пойду, Кирилла, попрошу блины сделать. Господи, так блины хочу. Я ее вытолкала, она упала. Зачем так? Да она не вставала вообще. Она говорила, принесите мне завтрак в постель. Ну так нельзя. Ей так сейчас сложно, она приехала в чужую семью. А ей вот завтрак в постель можно. А почему бы и нет? Ее наоборот нужно подержать. Какая мама понимающая, а? Просто золотце. Пожалуйста, надо идти на передачу супермама. Дети наши не правы, поэтому нужно было быстро реабилитироваться. Немножко попытаемся этим задобрить ее. Не забыли лапины и обрезгливости Стефании. Сервировали в ее личной посуде. Ой, как шикарно. Это тебе завтрак в постель. Прости нас, что мы тебя скинули с кровати. Они правда не хотели. Они хотели просто над тобой подшутить, поднять, у тебя... Спасибо моей посуде. Блины? А блинчики готовили, Саша, с Катей? Слушай, а как ты будешь эти блины сейчас с кровати есть? Всю постель это загваздываем в этом, в масле, в жире. Уже проще просто вниз спуститься. Я, конечно, не ем блины. Я ем там максимум готовую гречку, может быть. Ну ты попробуй. Может быть, вам в будущем это пригодится. Я поем сыр. Стефа, ты что? Золотые слитки пропадают, понимаешь? Стефа, а ты вот гречку, ты сама ее готовила? Нет, конечно. А ты ни разу сама не готовила гречку? Хотела с тобой поговорить по поводу косметики. У меня нет с собой косметики. Без косметики ты красивее. Они ничего не выкупают. Они в этом не шарят, они никогда меня не поймут. Они не шарят, и поэтому они не поймут, есть ты в косметике или нет. Проблема решена. Я начала краситься где-то в 9-10 лет. Как раз я начала снимать видео. Уже начали там писать в комментариях то, что у тебя какая-то там некрасивая родинка на лице или что-то в этом роде. И что-то я расстроилась. Начали писать то, что у меня какие-то скучные образы. И когда я начала делать разные макияжи, как начали уже писать то, что я красивая. И поэтому я себя без косметики так, ну не воспринимаю. Не слушай ты их. Ей эта маленькая девочка говорит, не слушай ты их. Все понимает. Я ничего плохого не вижу в том, что, допустим, там девочки с раннего возраста пользуются косметикой, чтобы там просто повеселиться. Типа for fun. Вот там они красятся, все такое. Нет, вообще клево. Это тоже как такая творческая жилка, как хобби, возможность самовыражения и так далее. Для меня вообще становится удивительным это, когда маленькие дети, допустим, красятся и пытаются быть больше похожими. Кожими на взрослых. Или когда это действительно переходит в стадию, что все, вот я такая страшная, мне надо краситься. И когда это происходит в таком вот супер раннем возрасте, мне кажется, что это прям такой путь непринятия себя, нелюбви к себе. Ну, к большим комплексам, короче. Меня это просто всегда очень сильно пугает, потому что в моем возрасте такого не было. А сейчас абсолютно другое поколение и новые проблемы. Во, ребят, я знаю, вы же помоложе меня, наверное, смотрите. Вот напишите в комментариях, там, не знаю, вы уже краситесь, со скольких лет вы краситесь. Ну, давай, может, какой-нибудь у тебя там хэтлайнтер есть подмазать, там, не знаю, реснички, там, хотя бы чуть-чуть, только не сильно, не боевой раскрас. Варя, на тебе и на стеши. Я тоже буду помогать. Его надо отмыть, залить в воду, затопить баню. А потом в баню с макияжем и все в поры. Не, вот это точно нельзя делать, сладкое. Все, вот этот макияж все в поры, у нас все там забьется и будет у нас прыщи. Не-не-не, макияж в баню не делаем. Желание нанести хоть какой-то макияж пересилило брезгливость стеши. И она воспользовалась тем, что было у Варени. Нет, а так делать нельзя. Даже если вы не брезгливый, краситься чужой тушью нельзя. Ребятки, все, бактерии, микробы, ячмень попадет, будет в глаз и все. Не-не-не, вот так делать точно не надо. Ты знаешь, сколько микробов скапливается, когда ты не заправляешь кровать? Правда? Да. И что? Но в полной серьезе, ты хочешь потом спать с микробами? Ах, Варя какая, Витя, набайтила ее на заправку кровати от микробов. Хитро-хитро, да-да-да. А вот ты знаешь, Варя, вот если ты не закончишь до конца есть свой ужин, если ты оставишь еду на тарелке, у тебя потом столько микробов будет, столько микробов в животе будет, поэтому надо доедать все обязательно с тарелки. Да. Или если носки по всему дому разбросаете, там столько микробов будет. Вот все микробы, они к носкам бегут, и потом они в воздухе летают. По правилам эксперимента, она участвует во всех вареных делах. Боняет знатно просто. Обычный запах бани. Там вода, ее нужно сначала выгребсти. Ооо, вот это у них бассейн, ребята, я что-то как-то пропустил, что у них там бассейн даже свой. Ой, сколько там мы бомб запустим, ох, устроим вечерину, давай. Будем по очереди, я выгребу воду, а ты все обмоешь. А это тряпками все делать? Да. Что, ты только всегда моешь бассейн? Да. У каждого свои обязанности. Мама готовит, папа работает. Ну, ты сравнила. Я считаю, что все честно. Мне кажется, тебя используют. Не понимаю, как Варя соглашается на все, что попросит ее мама. Я бы сказала уже давно, знаете что? Я ничего не буду делать. Ее по-любому используют. Слушайте, то есть в этом бассейне вода, она не сливается, а ее надо самостоятельно ковшиком всю выгребать? Ой, не, я бы на такую тоже не согласилась. Знаете, я бы пропустила бомбочную вечеринку, мне было бы очень лень. И за что помогаешь родителям? Какая у тебя мотивация? Это мои родители. Они меня родили. Они меня ростят. А ты... Слабый аргумент. Ну, а что вы еще делаете в момент того, что вы помогаете родителям? Мы часто выезжаем с родителями куда-нибудь. У тебя такого нет? Нет, обычно мама просто говорит с папой, типа, поехали. Я такая. Нет, я никуда не поеду, потому что мне не нравятся эти мероприятия. А ты не пыталась поговорить с своими родителями? Не знаю, у них времени так нет, чтобы со мной сидеть и разговаривать. Ну, значит, нас обманули, а они нам сказали, что Стеша что-то не хочет раскрываться. А тут Стеша говорит, что это у них времени нет. Хм, кто нам врет, а? Кто же тут что-то недоговаривает? Варвара пожалела Стефанию и повела к бабушке и дедушке за сапогами, чтобы она не промочила свои брендовые кроссовки. Пока я делала твои сапоги, я одинок еще сломала. Ну и что, потом приклею. А, это хитрюга, это же ногти просто приклеиваются, их там в подружке можно за 150 рублей купить. А я думала, это у нее свой маникюр. Какая у нас ящерка, все. Снял и надел. Это что такое? Ничего, ничего. Ну прикольно же. Вау, такое развлечение. Да, твоя мама знает толк. Ты что? Нормально? У меня, блин, этот костюм, знаешь, что с ним? Не смей, не смей. Я тебя прошу, нет? Все, все, костюм за 80 тысяч. Весь мокрый. Все, девчонки раскрываются. Все, Детешечка выходит из своего character. Very spoiled character. Девчонки смеются, раскрываются. То, что я тебе помогаю, это не значит, что ты можешь со мной вообще все сделать. Ты мне помогаешь? Спасибо тебе большое, Стершенька. Так, по чуть-чуть такая типа. Нет, поменьше микробов я тут получу. Поэтому сидит тут это по чуть-чуть. Следующий пункт в списке домашних дел – очистить уличные строения от паутины. Чтобы Стефане было проще, Варя выдает ей перчатки. Слушай, ты специально для нее покупала? Да, конечно, под твой костюм. Офигеть. Что, мы сейчас будем паутины убирать? Да, там будут пауки, насекомые, мушки. Мы бедные, мы их всех едим на обед. Их собираем, а у нас будет потом с ними закусочка к чаю. Поживешь – привыкнешь. И к мухам, и к букашкам, и к паучку Валерке. У меня тоже здоровый паук, я его не называю. Я его боюсь. Я если его назову, я слишком к нему проникнусь. И не захочу его убивать, а я его хочу убить на балконе. Огромный, здоровый такой, просто страшный пипец. Это точно не Валера, это какой-то Чингисхан-паук. Фу, только давай не на меня это все смахивай. Смотри, смотри. Что это? Это паук. Откуда он? Ой, страшный пипец, ребята, у кого агорофобия. Пожалуйста, закрываем глаза, не смотрим ни в коем случае, я на него посмотрю. Лапки пушистые такие, зеленый, ядовитый точно. Ой, страшный ужас, не-не-не, фу-фу-фу, ребят, не смотрим. Я если что наготаю. Он такой огромный. Варя! Он свернулся! Что с ним? Ты убила паука? Паук испугался, Варя. Я никогда бы в жизни не согласилась убирать всяких вот этих вот мошек, пауков. Я их ненавижу. Пищевые отходы в семье Лапиных не выбрасывают, а собирают в отдельное ведро для свиньи. Ой, какая там эта муховая орава была. Видели? Ой-ой-ой, ладно, знаете, я брезгливая. Смотри, какая там свинка. Ты смотри, у нее один глаз голубой, а другой коричневый. Да, у нее гетерохромия, как это называется. Смотри, она улыбается. Вот видите, стеши не клубы. Видите, какие, я-то знаю, термины. Ой, там даже кубки хлеба не туда. Видите? О, манго вижу. В семье Лапиных по распорядку время обеда. А что потом со свинкой будут? Ее убьют и съедят. Я надеюсь, она у вас как домашнее животное. Наверное, я очень наивная. Сколько у вас сил, я не понимаю. А как вы делите обязанности? Например? Просто по силам. У меня просто такое ощущение, что мне в какой-то степени, может быть, даже и понравилось. Потому что мы с тобой вот это все убрали. Я потом смотрю. Блин, такая крутая, убрала все. Горжусь собой. Все, ребята, мы убрали бассейн. И у нас начинается это раскрытие персонажа доброго. Я правильно поняла, да? В этот раз не кукурузка? Ты попробуй мясо с картошкой. Ну, курицу я попробую. Неплохо. Поздно? Это домашняя кухня. Я прям реально в шоке. Только, правда, никогда не осмелилась пробовать. Я уже который раз продолжала себя чувствовать этим чадом из ада. Очень долгое время не любила домашнюю кухню. И получается, вот только недавно, вот мы когда в Польшу переехали, здесь просто настолько невкусная еда в ресторанах, чаще всего, в доставке, которую мы привыкли заказывать, что вкуснее реально просто самому готовить. Я наконец-то начала сама себе пасту делать в основном. Вот Кирилл нам пиццы делает. Блины иногда Кирилл делает. Вот завтраки я всегда готовлю. Обязательно. Вот завтраки я очень люблю готовить. А всякие там обеды, вот это ужин, мне просто вот времени тоже иногда тратить не хочется. Я готовить не очень люблю. Все, что занимает больше получаса, я готовить не хочу. Пока мама и папа уехали за продуктами, Варя будет сидеть с братом и сестрой. И Стеша, по правилам эксперимента, должна принимать в этом участие. Ей нужно почитать с Катей. Ну смотри, ты либо делаешь уроки с Сашей, что намного сложнее, либо ты и читаешь книгу с Катей. Ой, ладно. Пошли с этой Катей. С этой Катей? Боже, это Катя. Я ее знаю один день, но она меня уже так достала. Боже, бедная Катя. Раньше в ней хранились. Давай заново, ты что-то как-то запоминаешь? Давай заново. Я заново запоминаю. Не обязательно заново. Пошли с Катей читает, как читает. Катей читает, даже не скоро. Ну а смысл тогда? Стеши быстро наскучили занятия с детьми. Вместо этого она решила раскрасить им волосы своей смывающейся краской. Вот это супер! Да ты чё? Супер, потрясающе. Вот это мне нравится. Стеши, вот это ты клево придумала. Лучше любых бомбочек. Таня, ты так куда? Кто кого переводить там не поймешь. Даль, то левый мужскую, то левая. Прикольно. У нее розовый волос, и у них теперь все розовые. Ну теперь она тем самым показала, что теперь мы все вместе. Да, амана. Поэтому это клево. Молодец. О, какие родители, господи. Иногда бы так могли задушнить, типа фу-фу-фу, эти краски ваши. Ой-яй-яй, сейчас ты вот превратишься в лягушку зеленую, будешь этими красками пользоваться. А они так свободно, открыты. Господи боже, можно мне таких тоже родителей? Можно нам всех таких родителей? Лапины идут в баню. После парной по плану бассейн, который готов для стешиных бомбочек. Это вообще розовое. Ну, хотя стеши еще нет. Сейчас мы ее дожмем. Нет, нет, нет. Ой, сейчас у них, да, вся эта розовая краска на лицо польется, вон, уже у Вари все лицо розовое. Папа у Вари очень хороший человек. Я увидела, что он искренне любит своих детей, любит с ними проводить время. Мне бы тоже хотелось такое взаимопонимание. В первый день во время ужина стеша призналась, что когда родились братья, ей не хватало родительского внимания. После парной дети идут в бассейн, который сегодня отмыли стеша с Варей, чтобы всем вместе запустить бомбочки. Раз, два, три. Сейчас у нас будет кола с ментосом. А, нет. После бани дети пьют чай. И что, зачем эти бомбочки? Показали три секунды, да они ничего особо и не сделали, даже вода розовая не стала. Что-то такое себе. Вот, ребята, вот эта бомбочка из Лаша, которая космическая, голубая, розовая, желтая, вот такая с блестяшками. Вот это лучшая бомба. Вот она вам все окрасит, все в блестяшках будет. Обожаю. Я только ее покупаю, когда в Лаш захожу за бомбочками. Остальное, это уже реально такое себе. После бани дети пьют чай у бабушки и дедушки. Стеш, а чем ты занимаешься? Я занималась гитарой, блогерством, из-за того, что мама так хочет. Поэтому никаких больше увлечений нет. Подождите, подождите. Мне показалось, я занимаюсь блогерством, потому что мама так хочет. Все-таки вот этот проект, то, что они в дочку вложили 3 миллиона, это была мамина инициатива, да? То есть это вот у нас как бы детский труд. Как интересно оказывается. Вот знаете, раньше родители водили детей, чтобы они спортом занимались. Родители потом радовались этим наградам, как своим, чтобы вот ребенок за них отдувался, за то, что вот там у родителей не получилось, допустим, чего-то добиться там в спорте. И вот сейчас вот со Стешей мама так же вот это отправляет. И они только не в секции спортивные, а в лайки. Вон, иди снимай свои лайки. Давай-давай. Раскручиваемся. А Стеша это что, не нравится? Стеша, расскажи нам, пожалуйста, что такое? Достал лайки? Ну почему ты никогда не настаивала на этом? То, что вот, мам, я тоже помимо блогерства хочу заняться своими делами, хочу завести какие-то хобби. Почему ты не настаивала на этом? Не знаю. Варя и вправду права в том, что мне нужно договориться с мамой о том, чтобы я меньше уделяла времени блогерству и начала заниматься чем-то, тем, что мне нравится. Вот оказывается вот так у нас тут. Я-то думала, она тут пришла тоже, чтобы вот как-то про свой блог рассказать, про себя, а ей, оказывается, не хочется этим заниматься. Вот так вот, ребят. Чтобы поддержать Стешу, Варя решила дать ей мастер-класс по гитаре. Привет! Ой, какие вы милашки! Как вас зовут? Меня зовут Аннастя. Меня Сергей зовут. Как наша там доченька? Все хорошо, не переживайте. Мы за ней смотрим, заботимся о ней. Правда, плохо очень ест. Вообще не ест. Но сегодня я хоть чуть-чуть поела курицы. Сегодня она у нас кормила свиней. Ничего себе. Каких свиней? Настоящих? Настя, вы выглядите как принцессы, какие свиньи. О, что вы, принцесс свиней не может быть, а? Что это за стереотип? Нет-нет-нет, пусть у каждой принцессы есть своя свинка маленькая. Привет. О, пицца! Это пицца тайм. Спасибо большое, ты мой лучший. Она сказала, вот такую сегодня фразу, что они с Варварой разговаривали, чтобы побыть мне с мамой, либо с папой, я побуду с ними. Но за это они мне купят какую-нибудь сумочку. То есть вы так вот с ней договариваетесь, да? Если вам что-то от нее нужно, сто процентов нужно с ней мотивацию, ну, не что-то вот, что ее заинтересовать купили. Провести лично с ней время, самому. Вот реально надо родителей здесь обучать, а не детей. Просто родители не знают, как любить детей. Не переживайте, она у вас умница, она прям молодец. Красавица. Красиво! Вообще, какие милые. Слушай, они деревни, они вкус прекрасный. Все в порядке. Ой, какие вообще, такая мама красотка. Ей надо в журналах сниматься. Насколько они быстро ее просто так перепрограммировали, что она вот... Перепрограммировали. Не, они просто это проект чуть-чуть по-другому там это сместили. Главных стейкхолдеров заменили там это, пустили процессы чуть-чуть по-другому, настроили СРМ-ку, все нормально. Теперь проект работает неплохо. Наступил третий день эксперимента. Будем учиться готовить гречку? Приедешь домой, освободишь своего повара, скажешь, я сегодня готовлю себе гречку. Это было бы на самом деле прикольно. Это вот это? Да. Ну ты как быстро, а, ничего себе. Все, уже от повара отказываемся. Ну как так, а? Ну не бойся, это всего лишь вода. Теперь включаем плитку. Все, закрываем, она закипит, мы ее помешаем, убавляем огонь и все. И она сама доходит, доходит, и каша готова. Сегодня должны вот пойти к ветерану тылу. Ей 92 года. Мы приходим, помогаем с уборкой, там, если нужны какие-то продукты, докупаем их. А зачем ты это делаешь? Хочется сделать приятное другому человеку, чтобы он был счастлив. Моя офигеть, Варя, откуда у тебя столько сил? Я просто в шоке. Какая золотая девочка? То есть сейчас мы поедем к пенсионеру 92-х годиков помогать по дому? Варвара уже три года вместе с одноклассницами занимается волонтерством. Помогает ветеранам по хозяйству. Сегодня Стеша присоединится к девочкам. А это Стеша. Доброе утро. Сегодня с нами она пойдет к бабушке. Девочки пошли к Евросиньяме Фодьевне Рыц. Ей 96 лет. Она ветеран труда. Мы пришли прибраться. Еще пустоте принесли. Украшаются мои. И бережки. Ой, да тут вообще... Ой, спасибо. Садитесь, садитесь. Места много. Я вот заведующей слями работала. 96 рублей получала. Купить книжку сколько стоило? Рубль 20, рубль 50, 2 рубля. А вы красились? Не красились. Не, один раз брови только мне, брат, выщипал, а потом после и не щупала. Все равно была такая красивая с такими страшными. А там косметику и не купишь в это время. Ничего не было. Балета даже не было, понимаешь? Не накрасишься. Давайте мы поможем вам с уборкой. Заниматься волонтерством это большой труд и хорошие добрые дела. Ой, какие молодцы. Кужины Стефания и Варвара вернулись домой. Голодные, наверное, да? Пора кушать. Там нас наубирались, только бабушки напомогали, наслушались советов. Сергей приготовил национальное хакасское блюдо в Казане. Мюн из баранины. Приеду, мама скажет, что я совсем другой человек. Привезли мне, нет, не мою дочь. Прям я уж привык за 4 дня уже как бы. В какой суете. Я как привыкла. Все у вас вместе. Вы вот такая вот семья. И я теперь хочу так же, чтобы у нас было. Чтобы я не отдалялась от своей семьи, не хотела переехать в другую квартиру в Москве. Я на тебя сейчас смотрю, я прям сам собой горжусь. Какой я крутой. Я сам не знал, что я такой крутой. Слушайте, ну на самом деле, правда, очень клевая семья. Вот так посмотришь, какие-то, правда, все дружные. Все так поддерживают. Не знаю, просто какая-то теплота от них идет такая. Бабушка с дедушкой рядом. Вот сидят все вместе на улице кучают. Боже, для меня это тоже такой рай. Тоже очень хочется такого. Клево то, что Стеша попала к ним. И мне повезло, что у меня есть такого мужа. Ой, боже мой. Мы тоже. Молодец. Вы тоже мне как уже вторая семья. Вторая мама, которая тоже меня научила кучу. Всяким людям. Люби мамочку, люби свою семью. Никогда не будьте такими же вредными, как я. А я постараюсь больше не быть такой вредной. Ну, из-за того, что мы поняли друг друга, я им открылась. Мне с ними стало искренне весело. И даже без всяких гаджетов, без денег. Я поняла, что это такая настоящая дружба, взаимоподнимание в семье. С утра Варя попросила Стешу показать, как вести блог. По правилам эксперимента, у Стеши нет телефона. Видео решили записать на Варин. Под мою песню. Можешь что-нибудь написать. Сколько тебе лет? Люди в комментариях будут писать это, и будет очень много комментариев. Ага, хорошо. Если что, по вопросам. Звоночек. Я услышала советы Стеши. Будет много комментариев. Все, пишем в комментариях, сколько вам лет. Все, я жду. Эксперимент по перевоспитанию Стефании Давыдовой почти завершился. По правилам проекта, Чада созванивается с родителями. Я вам, по-моему, так скучала. Ты не представляешь, что произошло за все эти дни. Я столько все переосмыслила. И начала готовить, и начала убираться, и свинью покормила, и бассейн помыла. Я начала ходить без косметики. Вы заметили мои ногти? И с последних два дня я ела не из своей посуды. Я подружилась с девочкой Варик. Семья очень хорошая. Я приеду, обязательно поцелую брата, вас, еще одного брата, всех обниму. Ну, просто сказка. Просто вот невероятно. Из брата поцелуют, и другого брата поцелуют, и ногти сняли, макияж там не нужен. Вообще просто, мы другие люди. Я не верю. Как это произошло вообще? Здорово, я бы очень рад. Мне это очень понравилось. А еще я хочу вернуться и пойти на гитару. Снова. Буду меньше времени уделять влогерству мамы, но... Моя мечта, дочь, чтобы ты чем-то занималась, и тебе это нравилось. Я так рад. Я так рад. Она все это время пела и вела лайки, а наше вот... Будто она почти ничего не делала. Ну, что за прикол? Давай уволим нашего повара, и ты будешь нам сама готовить. Как тебя там вообще перепрошили мозг, дорогая? Да, нет, мама против. Маму не хочет увольнять повара. Маму не спросили, хочет ли она готовить. Ну, все, мы поняли. И я не перееду от вас в Москву. Кися, мы так тебя любим. Дочь. Кир, давай куда-нибудь съездим. Может быть, на какой-нибудь побережье. А может быть, пойдем в лес, в поход. Они прям выдохнули. Ну, наконец-то, слава богу, наша 14-летняя дочь от нас не уедет. Ой, ужас, наконец-то, можно зажить. И начали планировать отдых на море. Все, будем считать секунды до встречи. Давай, целую. Видите, все, они нашли повод потратить деньги, поехать куда-то. И вот так вот это, видимо, всю жизнь. Все, что-то им понравилось, они сразу идут, покупают. Не, ладно, классно, клево, пусть едут отдыхать. Все, молодцы. Я вообще ее без косметики даже не узнала. Я ее видела по всему разу без косметики года три назад. Честно говоря, я бы такое от своей мамы услышала. Я бы, мне кажется, очень сильно расстроилась. Пришло время прощаться. Машина Сергея еще в ремонте, поэтому в аэропорт Стешу отвезет дедушка на своем пикапе. Ну, у вас, Стеша, наступил этот печальный момент расставания. Да, нам очень грустно. Мое мнение насчет ценностей в жизни изменились. Что самое главное, это не деньги, а все-таки родные. И никакие деньги не смогут тебя обнять. Она только-только в этом наряде сидела в своем. Говорила, вот это фу, вот эти бедные. А теперь она сидит в этом же наряде. В таком же виде. Все, я все поняла. Деньги-то не важны, деньги тебя не обнимут. Приезжай к нам в гости. Ну и все, что ли, как-то быстро. Ну что, прикиньте, это все. Что-то как-то мало, будто бы показали. Вроде бы это нет, идет час шесть. Но вот не знаю, как-то очень быстро прошло, что ли. Может, просто семья хорошая, поэтому так на одном дыхании посмотрела. Но будто бы и не было особо каких-то таких вот прям супер-кринжовых там моментов. Ну что, ладно, клевая семья, ладно, поэтому и обсуждать особо нечего было. Вот, Стеша, конечно, да, вот это там, ну видно, видно, что они там все это выучили. Пытаются вспомнить какие-то фразочки там из сценария. В общем, ребят, я все еще очень люблю смотреть Чадо и Задо. Кто смотрел, напишите, какую снять следующую реакцию на какой выпуск. Вот в этом сезоне что-то уже восемь серий вышло. Это вот только одна серия, представляете, из восьми. Я уже даже запуталась, не знаю, какую смотреть, поэтому напишите в комментариях, на какую следующую серию снять реакцию. Напишите, сколько вам лет. И напишите, как вам вообще этот выпуск, какие у вас мысли, чего вы вообще думаете. Кто смотрит Стешу в лайки, признавайтесь. Короче, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Ставьте лайки на видео, не забывайте обязательно. Я сниму еще одну реакцию, когда соберется 40 тысяч лайков на этом видео. Спасибо вам большое за просмотр. Всем тьмок.